Вот вы и прослушали позывные неправильного обзора ножей. Знакомая вам уже линейка, а значит мы продолжаем выпуск Ножей Мерни. В предыдущий раз я вам показывал, какие у меня есть самые большие по размеру складные ножи в коллекции. Логично, что в этот раз мы посмотрим на самые маленькие по размеру складные ножи из моей коллекции. В чем вообще суть маленького складного ножа? Обычно я с таким пафосом заявляю, что чем больше ты нажиман, тем меньше у тебя нож на кармане. И это правильно, потому что по мере того, как ты вкатываешься в тему, по мере того, как ты начинаешь пользоваться ножом каждый день, ты понимаешь, что большой нож тебе не нужен, что нет у тебя такой задачи, где тебе нужен конкретно большой нож. И вешать его себе на карман, это прям напрягает. У тебя в кармане ключи, у тебя в кармане мобильник, у тебя в кармане кошелек. И это все туда еще и нож тыкать. Ну блин, штаны падают. Напрягает. А если тебя что-то напрягает, ты от этого избавляешься. Нож кладешь в тумбочку, в бардачок, а когда он тебе понадобился, где эта тумбочка, где бардачок. Поэтому имеет смысл на кармане носить что-то компактное, легкое, ненапрягающее. Ну и собственно говоря, это не моя идея. Это все идет из глубины веков. Вот в 19 веке были вот такие вот ножи. Это приблизительно такой же по конструкции нож, как и в те времена. И в те времена таскать на кармане нож потребность была более насущной. Почему? Потому что люди тогда писали перьями, писали тогда карандашами. И периодически все это надо было править, все это надо было строгать. Ну и вот такие вот ножи, они были у всех. И давайте посмотрим, какого оно размера. Оно размера целое, целое 14,5 сантиметров. Вот такой вот ножик, а лезвие, лезвие 5,5 сантиметров имеет кромку и 6,5 общей длины. То есть вот такой вот ножик и вот так вот он кладется вам в руку. То есть в руке он в принципе лежит. Ты его можешь вот так взять и что-то им начать делать. Причем вот это вот лезвие, которое 5,5 сантиметров, это считалось универсальное лезвие. Ну и сейчас считается. Потому что ну в принципе, ну что, ну ниточку отрезать, упаковочку открыть, яблочко почистить. Этим лезвием можно. И если вам нужно было делать какую-то точную работу, вот как раз типа те самые карандаши строгать или перья чинить, то были вот такие вот лезвия с тупым концом, которые можно было более, так сказать, безопасно и точно это все делать. Ну или если вам нужно было что-то поковырять, тоже было вот здесь вот такое вот лезвие, чисто вот поковырять где-то. Ну или в случае того, если то затупится, что вот здесь у нас было хоть какое-то лезвие. Потому что сталь в 19 веке была не самая качественная, и часто ножи тупились. Здесь уже новая сталь, здесь уже, так сказать, нержавейка. А в 19 веке это была проблема, поэтому когда у тебя на ноже несколько лезвий, это была хоть какая-то гарантия, что какое-то из лезвий будет в конечном итоге резать, и когда тебе этот нож понадобится, он будет готов выполнить свою функцию. Вот такой вот ножик из 19 века, но в 20 веке у людей появились новые задачи, помимо того, что нужно, так сказать, переочинить и карадаши стругать. И вот из вот этого появились вот такие вот типичные для нас сейчас карманные ножи. Вот это вот швейцарский карманный нож, у которого одно, один инструмент, второй инструмент, третий инструмент, четвертый инструмент, пятый инструмент, шестой инструмент. Это только с этой стороны, здесь еще есть седьмой, восьмой, девятый, вот здесь их два, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, плюс еще вот такое вот есть кольцо, за что вы можете хватать. И каждый инструмент выполняет несколько функций, здесь и открывачка, и отвертка, и здесь у нас тоже типа открывачка, и еще что-то. Короче, многофункциональными стали вот такие вот карманные ножи. И это стало нормально. Люди стали с ним пользоваться. В двадцатом веке это приобрело, приобрело большую популярность. Ну и это типа стандартный представитель вот того компактного размера новых складных ножей. Вот он имеет размер 15,5 сантиметров. То есть по размеру он, он сказать, недалеко отшел от того, что было в девятнадцатом веке. Но все равно это прикольно, это классно. Да и размер лезвия у него тоже приблизительно такой же остался. То есть формат, формат вот этого ножа, он себя пережил, он продолжился в том виде, что добавились инструменты. Иногда даже добавляются инструменты, которые это типа, ну, ну не всем нужен штопор, не всем нужна отвертка. Кому-то хочется, например, ложкой пользоваться и вилкой. Вот у меня есть вот такой вот ножик, который разделяется на ложку и вилку. И вот тут, кстати говоря, тоже ножик есть где-то вот. Если вам ложка не нужна, есть вот такая вот возможность его использовать. То есть, хочешь кушать, пожалуйста. Вот у тебя есть вот такой вот ножик. Тоже имеет размер пятнадцать с половиной сантиметров. Прям по классике, как все должно быть. Но этот формат живет, судя по тому, что есть разные его исполнения. Следовательно, людям это все надо. Они это все покупают. Вот такой вот. Можно вот таким вот тоже ножом попользоваться. Здесь тоже есть открывашка и все остальные прелести. Вот такой вот ножик. Но мне это все не надо. Почему? Потому что когда у тебя есть дополнительные инструменты, которыми ты не все время пользуешься, это все равно какой-то дополнительный вес. Для меня нож это в первую очередь нож. У меня нет никакой необходимости таскать с собой вилку с ложкой или там какие-то отвертки. Потому что все это у меня есть как бы отдельно. Если оно мне понадобится, я его всегда могу отдельно где-то взять. А вот ножик, чтобы он у тебя на кармане был всегда в зоне досягаемости, это, как говорится, это нужно. Поэтому типичный для меня нож, это вот что-то вот такого типа. Вот такая вот китайская шняга. Размером чуть больше, порядка 16,5 сантиметра. То есть здесь на 1 сантиметр больше размера. И здесь у нас аж 7 сантиметров клинка. То есть на 1,5 сантиметра, считай, больше, чем мы имели вот здесь. Или вот здесь. Это вполне себе хорошо. Плюс здесь линза, плюс здесь есть замок. То есть этот нож безопасен. Ну и здесь есть какая-никакая механика. Вот такой вот передний флиппер. То есть можно еще и поиграться. И как бы единственный недостаток конкретно вот этого ножа в том, что здесь нету клипсы и нету за что его подвесить на темляк. То есть это тоже нож в принципе сделан по классике. Просто китайцы его вот так вот в свой манер переделали. И это от санрема нож. И вот получили вот такую вот в принципе прикольную штуку. Но если ты такое таскаешь на каждый день, а сталюка здесь не очень хорошая, получается, что эта сталюка периодически садится. Соответственно имеет смысл на каждый день, так сказать, нож с хорошей сталью, которую не нужно каждые, так сказать, 2-3 месяца подтачивать, которую не нужно править, которая держит кромку лучше. И поэтому я на EDC предпочитаю ножи с хорошей стальюкой. В частности я вот хожу вот с таким вот камилус, который имеет и возможность куда-то его подцепить. И он имеет размер. Он имеет размер чуть больше. Получается 16,5 сантиметра и, ну, 7 сантиметров лезвия. Но здесь сталюка у нас VG-10. То есть здесь у нас уже более-менее нормальная ножевая сталюка. Дополнительным инструментом есть вот такая вот спайка, которая служит для того, чтобы развязывать узлы на темляках. И вот так вот его можно взять крепко в руки. Он у тебя будет в руке лежать и что-то им делать. Да, у этого ножа нет острия, но мне как бы особо это не мешает. Мне главное, чтобы оно хорошо резало, чтобы здесь был более-менее надежный замок. Ну, и возможность то, что его можно с собой носить. То есть вот такой вот нож, в принципе, подцепил и на кармане. И он у меня как бы жил. Жил какое-то время. Он мне очень нравился. Дополнительным этим инструментом я тоже периодически пользовался. Но все-таки хотелось что-то еще полегче. И в результате я вот перешел вот на такие вот ножи от Falknivan. Общий у него размер 15 сантиметров. Размер лезвия там 6-6,5 сантиметров. Смотря как считать. И вот так вот он у тебя в руке лежит. И вот это вот у меня жило на ключах. То есть если мне что-то нужно было, я его просто с ключей снимал. Потом надежный замок. Вот общий размер там меньше 8,5 сантиметров. Надежный замок. Лезвие с хорошей сталюкой. То есть здесь ламинат. Здесь получается лезвие внутри. Вот если присмотреться, то как бы видно, что лезвие состоит из нескольких слоев. Так вот режущая кромка это типа вот та же самая WG-10, которая хорошая ножевая сталь. А дальше идут обкладки из обычной нержавики, чтобы предотвратить этот нож от царапин, от повреждений. В общем, такой нож весит мало. В руке лежит хорошо. Плюс у него есть надежный замок Backlock. Ну, в принципе, то, что надо на EDC. Другой вариант этого ножа. Он вот есть от Spider. То есть вот у меня есть такая Spider. Здесь у меня, правда, нету замка. Точнее у этого ножа нету замка. Но в руке он лежит отлично. Вот такой вот ножик. Сколько он по размеру? Это какая-то и Spider, и UK, что-то такое. 16 сантиметров он по размеру. И лезвие у него. Лезвие у него 5,5 сантиметров. То есть мы тоже имеем формат лезвия, когда здесь всего 5,5 сантиметров в режущей кромке. То же самое, что было вот в самой, так сказать, вот в той самой классике, что в 19 веке. Вот так оно лежит в руке. Вот так его можно взять, им что-то поделать. И вот этого вот ножа, его 100% хватит вам для выполнения ваших EDC задач. Потому что, ну, больше и не нужно. Плюс здесь Сталюка 690, поэтому не надо будет ее, так сказать, точить каждый, или править каждые 2-3 месяца. Другой нож, который я ношу себе на кармане, это вот такой вот Валтер. Он мне просто по приколу. То есть вот этот ножик, вот этот вот ножик, который ты выносишь на кармане, он просто доказывает, что не обязательно, чтобы этот нож был на кармане, а только с одним каким-то функционалом, что только может резать. Вот этот нож, который у меня на кармане, когда я ношу, он мне показывает, что я типа нажимал. То есть, казалось бы, здесь лезвие-то всего-то, ну, ничего, там 3 сантиметра, плюс еще и серетры накромсались. Но вот этого лезвия хватает, чтобы выполнять, ну, те задачи, которые мне нужны. Коробочку вскрыть. Я вот этим ножом почтовый ящик отковырял, потому что им ты пользуешься просто как маленьким лобом. Я вот так взял, так нажал, и оно типа, ну, работает. То есть, посмотрите, сколько здесь по обуху. Короче, вот это очень офигенный, классный нож. На кармане он тебе очень хорошо себя чувствует. Вот здесь есть такая клипса. Я цепляю его. Я вот за эту клипсу его цепляю, не на поясе, я его цепляю за хлястик ремня. И вот этот вот ножик, который имеет размер 14 сантиметров, он имеет вот такой вот полноценный классный хват. И ты реально можешь им что-то делать, потому что, ну, очень кайфовый, классный ножик. Мне он нравится. И вот, ну, он у меня на кармане живет. То есть, я с ним регулярно выхожу, если мне нужно какую-то вот такую сделать выход. Потому что вот эти вот ножи, это как бы, они больше трудятся. Этот у меня в коллекции валяется. Этот не на что подцепить, он у меня просто лежит. Вот эти тоже просто лежат в коллекции. А вот это вот, я с ним выхожу, когда, ну, чувствую, что нужно будет что-то делать такое серьезное. На работу я хожу вот с этим ножом. Ну, или с подобным ножом. Я их уже показывал недавно в обзоре. У меня их два. Второй висит сейчас на брюках, не хотел его снимать. Почему я хожу с этим ножом? Потому что мне нужно часто снимать, часто раскрывать упаковки. То есть, когда ты работаешь с упаковками, вот этими вот ножами, им лучше всего это делать. Во-первых, их не жалко, потому что если вот этот нож вскрывать в постоянной упаковке, он будет грязный, его нужно потом чистить. А здесь как бы лезвие поменял и все, типа, и какие у тебя вопросы. Ну и, конечно, прикольно вот эта механика, это антистресс. Если здесь нож вот такой нажиманский показывает, какой-то хай-тек, какую-то технологичность, потому что, ну, вот берешь этот нож, понимаешь, что он офигенно продуман. Вот прям вот не могу его выпустить из рук, насколько он мне нравится. То есть, все в этом ноже продумано, есть куда пальцы положить, есть где надо насечки, вот где надо прорези. То же самое ты можешь ощутить и здесь, потому что, ну, китайцы сделали копию микротека, вот со всеми выпекающими отсюда прелестями. И вот эта штука, она прекрасно работает, на кармане живет, справляется со своими задачами. И какой она имеет размер? Оно имеет размер 13,5 сантиметров. То есть, если мы вот так возьмем, да, 13,5 сантиметра, кайфа у тебя вот всегда на кармане, если нужно коробочку открыть, это вообще. Ну и еще один нож, который у меня тоже вызывает прикольные чувства, это вот этот вот Шреда. Тоже, если ты хочешь, вот если этот нож тебе надоел, или тебе надо по приколу что-то с собой взять, вот этот Шреда мне очень нравится, я его тоже с собой беру. Типа нажиманский прикол, 15,5 сантиметра общая длина и 5,5 длина кромки. То есть, вот от этого вот мы далеко не уходим. То есть, как была вот эта кромка 5,5 сантиметра, так и остается. Единственное, что здесь немножко другой формат исполнения, это типа вот такой вот, вот типа такой вот на ассистенте ножик. Тоже прикольный, тоже мне нравится, очень такой, такая нажиманская штука, которая себе может заявить. Ну и, как бы, если тебе, если тебе вот это вот, хорошая столюка, вот этот вот всякий конструктив, который по приколу, но если тебе нужно просто что-то там, ну, я не знаю, ты куда-то выехал, тебе нужно какой-то ножик на рюкзак повесить. Ну, вот самое такое стандартное решение, вот такие вот ножики с карабинчиками. Вот у меня он тоже есть, вот такой вот брендированный подкат, ну, это какая-то китайская шняга-пупия. Общая длина у него, ну, там почти 14 сантиметров, и вот так вот его можно взять в руки. То есть, здесь есть насечки, куда положить палец, здесь есть насечки, куда положить палец. И, в принципе, этим тоже можно пользоваться, если нужно какую-то совсем мелкую работу сделать. И это тот случай, когда ты носишь нож, ну, типа, чтобы вообще что-то было. То есть, если вообще других ножей нет, вот этот нож будет, так сказать, более-менее нормально. Он будет с чем-то там справляться, но, конечно, много от него чего-то требовать нельзя. Ну, и главный плюс в том, что его можно вот как на этот карабин подвесить, и будет он у тебя висеть. Вот это вот, как говорится, более-менее такой вот наборчик того, что у меня есть, что можно называть ножами. Но это еще не все, что у меня есть. У меня есть вот такие вот маленькие ножи, типа, типа, вот это, Caterpillar название. Это не Caterpillar, это Cutmaster, тоже USA сделал. Просто брендированный под Caterpillar. Ну, и это тоже такая модель по классике, просто в отличие от 19 века здесь стоит нержавейка. Ну, и плашки сделали из вот такого вот бронзы. А так это все то же самое, типичный нож, карманный нож-перочинный нож 19 века. Здесь изображены разные транспортные средства, которые Caterpillar производит. Дело в том, что я в свое время собирал ножи, брендированные Caterpillar, потому что у меня отец работал на Caterpillar, понимаете? И я, так сказать, собирал эти все вот эти вот штучки. Но в какое-то время перестал, потому что, ну, задолбался по это все китайское барахло, по большему счету. Но вот это не китайское, это вот американцы сделали. Но это прикольный ножик, тоже сколько он занимает сантиметров, он тоже вот 14,5 сантиметров. Примерно все то же самое, что мы имели раньше в 19 веке. Китайцы иногда производят всякую шняготень. Вот есть вот у меня такой вот маленький ножик, хоть здесь и написано, что это типа Zaberschwitzland. Это типа все, причем стоит эмблемка Бекер. Это все типа Китай, ну, или какая-то копия от спайдерки, потому что что-то подобное я, по-моему, видел у спайдерки. Вот такая вот непонятная конструкция. Общая длина там 8,5, так длина там 15, длина лезвия, вот как-то оно так, ну, вот, грубо говоря, оно имеет 6. Но вот если мы возьмем, вот, померяем всю вот эту кромку, вот как-то, я не знаю, как мы померяем, вот так вот. То вот из 6, из 6, значит, длины клинка, они, значит, выловили 7,5 сантиметров длины режущей кромки, то есть благодаря вот этому изгибу. В принципе, это ножик хорошо лежит в руке, но понятно, что это китайская, китайская, китайская фигня. Вот сравним с другой китайской от Вальтер, и здесь прям вот есть другой хват, есть другие ощущения. Здесь, здесь все как-то более куца, все как-то более крыло, но, в принципе, за счет того, что здесь удалось вытащить аж 7 сантиметров режущей кромки против вот этих вот непонятно чем, но, в принципе, этот нож имеет право на то, чтобы находиться, по крайней мере, в коллекции. А вот этот нож вообще ни на что не имеет права, такая китайская поеботина. Это типа скальпель, который вы одеваете себе на брелок через вот это вот отверстие. Вот типичный скальпель, 13 сантиметров общей длины. Тут нету никакого замка, в отличие от, в отличие от вот этого вот китайского чуда, здесь хоть, здесь хоть какой-то замок, даже есть какая-то типа, типа механика. О, то есть как-то можно тоже антистресс его использовать, тоже, в принципе, прикольно. Здесь, здесь в этом ноже ничего прикольного нет, ну да, он острый, он скальпель. Сколько у нас режущей кромки? Режущей кромки у нас 3,5 сантиметра, вот как, как вот здесь вот у нас. Но здесь прям скальпель-скальпель, в случае чего это всегда можно поменять на стандартный размер. Вот так он у тебя лежит в руке, в принципе, в принципе, при большом желании можно что-то им делать, но любое, как бы, движение, и вот здесь вот это все складывается, потому что оно на одном детенте каком-то, таком совсем никакущем держится, и, ну, и небезопасно, и, как бы, функционала особого не несет. Другой ножик, вот такой вот, это уже интересно, это тоже катмастер, это вот 13 сантиметров размер общий, и 5 сантиметров размер вот этой вот режущей кромки. И вот если так на него издалека посмотреть, то вам покажется, что это типа бак-110, но это не бак-110, это, как бы, такой маленький ножик, при этом он достаточно удобный. То есть, нету здесь привычных фальш-спусков, здесь и нету здесь линзы, здесь достаточно прямое такое лезвие, но при этом оно остренькое, и в руке этого лежит нормально. То есть, здесь есть бэк-лог, вот видите, замочек, который это лезвие хорошо удерживает, и особых люфтов ты таких вот не чувствуешь. Можно сложить, можно разложить, и вот он вот такой вот по размеру, это вот такой вот по размеру бак-110, очень сильно похожий. Честно говоря, прикольный ножик, он мне нравится, но проблема в том, что его не на что подвесить. И вот он у меня лежал в коллекции, как часть коллекции Катерпиллеров, вот я его когда-то купил, тоже Катмастер, если не ошибаюсь. Что это такое? Да, это Катмастер. Вот тоже из моей коллекции Катерпиллеров, вот такой вот маленький ножик, который, в принципе, в принципе имеет рабочие характеристики, то есть, им можно поработать, что-то поделать. То есть, ну, по крайней мере, упаковочку чипсов этот нож вскроет. Прикольный такой ножик, куда бы его положить, вот сюда покладем. Так, что у меня есть еще? Если у меня есть вот такой вот, типа бак-110, то вот у меня еще есть и натуральный бак. Это бак-263. То есть, вот такой вот милипусенький ножик от бак, 12,5 сантиметров. Вешается он на брелок через вот это вот достаточно большое такое кольцо. Здесь тоже есть бэклог. Чисто, так сказать, визуально он напоминает бак-ботан. Ну, вот он вот такого вот маленького размера, сколько я сказал он, 13 сантиметров, 12 сантиметров общий размер и 4 сантиметра у него вот это лезет. То есть, наконец-то мы отходим вот от этих пяти, куда-то вот так с четырем. То есть, вот такой вот прикольный ножик от бак. Ну, и пошли, так сказать, совсем уже маленькие размеры. Вот такая вот, вот такая вот, с очень тугим замком. Вот такой вот, буквально ножичек, вот прям вот он на ладони. Всего он по длине 10,5 сантиметра, а длина лезвия 4. То есть, лезвие у него такое же, как и здесь. Вот он, чуть-чуть подвинем, чтобы было видно. А то я так это бросил. А есть оно в кадре, нет его в кадре, хрен поймешь. Если посмотреть, то здесь длина вот те же самые 4 сантиметра лезвия. Вот как у какой-то мини-ботана. Ну, и это тоже, в принципе, можно, если что-то, знаете, ножик последнего, так сказать, последнего выбора. Причем, что интересно, вот этот вот, вот этот вот ножик, он повторяет тот нож, что я вам показывал, что я вам показывал, вот, смотрите, один, практически один в один. То есть, то, что я вам показывал в прошлом выпуске, вот этот большой 49 или 47 сантиметров, вот этот Херберс. В принципе, это то же самое, по крайней мере, по крайней мере, если так посмотреть, вот их можно. Единственная как бы разница, что вот здесь у нас есть бэклок, а здесь бэклока нет, здесь у нас все на слип джойнте. Но, как бы, видно, что вот это вот у нас сколько, там 5 или сколько там было сантиметров? 6 сантиметров, а это 49. Вот такие вот аналогии можно провести с предыдущим выпуском. Ну, и как бы, да, это прикольный такой маленький ножик. Причем, сделан он в Германии. Здесь, как бы, у нас написано по-немецки, вот, где-то, да, вот здесь написано Ростфрай, это по-немецки, типа, нержавейка. Вот здесь есть такое кольцо, за которое его можно прикрепить к брелку. Сделано все, так сказать, качественно. То чисто такой нож на брелок повесить, ну, на сущность, это будет последний, нож последнего выбора. Ну, и самый маленький нож в моей коллекции. То есть, вот это вот, что мы здесь имеем, полная длина 10 сантиметров, это не самый маленький нож в моей коллекции. Их 4 сантиметра по длине срежущей кромки. Давайте. Останем. Самый маленький нож в моей коллекции находится вот в этой вот коробочке. Во всех этих опинелях, которые у меня есть. И вот здесь мы видим, что вот здесь есть такой вот маленький, массив, пустенький опинель номер 2. Мы это все откладем. И вот сколько этот опинель номер 2 имеет общего размера? 5 сантиметров общего размера. А если достать лезвие, он имеет, он имеет 8 сантиметров общей длины, там чуть больше, и где-то 3 сантиметра имеет вот это лезвие. То есть, вот это вот, это самый маленький нож в моей коллекции. Вот такой вот опинель номер 2. Вот такая вот штуковина. Интересно его сравнить с 13-м опинелем. То есть, вот, чтобы было, так сказать, представление, как сказать, на камеру. Вот это у нас, вот это у нас, ну, не получится у нас представление на камеру. Давайте раскроем. Вот это у нас опинель номер 13, 51 сантиметров, 51 сантиметр. А вот это вот опинель номер 2. Вот, чтобы вы имели представление, насколько, насколько они, насколько они отличаются по размеру. Функциональный ли это нож? Ну, даже не знаю, как бы, боишься скорее его сломать, чем им пользоваться. Чисто вот, чисто вот сюда вот в эту коробочку положить и наслаждаться. Вот, видите, все размеры опинеля и второй тоже в том числе. Вот. Вот мы узнали, какой у меня нож самый маленький по размеру. Конкретно это получается опинель номер 2 из общей коллекции опинелей. А раз мы выяснили, какой у меня самый маленький нож, то и время заканчивать этот неправильный обзор. Не будь бомжом, ходи с ножом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok